здравствуйте сейчас разговор будет ролики о тепловом насосе электролюкс воздух вода новый классный тепловый насос прям огонь огонь но две вещи которые я хотел бы сказать об этом тепловом насосе немножечко отдельно темы от ситуации которая на видео есть такая неприятная история в бизнесе тепловых насосов и кондиционерщиков у них за милую душу следующий фильм например у меня дома электролюкс тепловой насос и в этом видео будет электролюкс тепловой насос но мой сделан на фабрике гри а тот сделан на фабрике объединяет их исключительно вот эти стрельни типа электролюкс получается что формально это два разных тепловых насоса сделаны на разных фабриках с разными подходами и просто объединяет их бренд в надежде что там они проверили что там все хорошо также бывает и обратная ситуация видите вы два одинаковых тепловых насоса например видео там есть пашин старый тепловый насос гри у меня такой же электролюк сделано на той же фабрике те же посадочные места те же корпуса те же соединения вообще внешний вид ну один в один зов всем но если его открыть то мы видим разные компрессоры разные насосы разные клапана и чуть даже разные мозги и тем более разное программное обеспечение поэтому сесть в лужу тут как бы очень можно поэтому давайте иметь ввиду что каждый каждый тепловой насос каждый кондиционер кстати абсолютно для них справедливое правило чтобы на нем было не так не написано спрашивать какая фабрика и как бы взвешивать бренд и фабрику наверное ну потому что можно сесть в луж игры делает большая китайская фабрика делает для много кого то же самое делает электролюкс прошу прощения то же самое делает медея поэтому вот в этом месте надо быть осторожным видео большое максимально возможный обзор теплового насоса который мы ставили своему товарищу при нашей поддержке этом скидку выпрашивали и физически помогали ставить есть разница между тем который был до в нем тоже проведены тот который после в общем то вот эти поколения время прошло не зря совершенно так что можно сказать что прогресс налицо подписывайтесь просто смотрите видео и телега есть у меня всем привет ситуация такая наш товарищ поставил новый тепловой насос а вот такой вот смотрите какой забавный сейчас я расскажу про него расскажу про те отличия которые выяснили за несколько дней его работы про то какой был до этого в чем разница и немножечко подробности про эту штуку и так это электролюкс последнего поколения насколько я понимаю свежее ничего нету 16 киловаттный девайс и обратите внимание что он 1 вентиляторный то есть он тяжелый как черт но при всем при этом он с одним вентилятором бонус в этом тоже есть но чуть к этому позже вернемся все что было у паши до этого у паши до этого был вот такой вот грид двух вентиляторный значит но похоже кстати если кто мое видео смотрел на мой электролюкс наверное фабрика точная фабрика одна и та же разница и внутреннего наружного блока почти отсутствует он был 14 киловаттный поэтому чуть-чуть не хватало для счастья поэтому павел его заменил на более свежий так тут 410 газ вес вы видите 126 килограмм тот совсем не не легче хотя может быть совсем чуть-чуть и получается здесь 32 газ разница 32 100 с 410 сразу стало видно и сейчас я об этом расскажу в целом что можно сказать про сравнение вот вот этот гри но вроде как хваленый ну и правда неплохой вот как бы такой же принципе как и мой люкс тут внутри все там запаковано все как бы как-то вот добротно относительно но разница в том что между вот вот этим и вот этим слишком большая разница в качестве значит здесь более толстый металл здесь какая-то вот пластмассовая часть какая-то часть пластмассовая здесь компрессор находится на отдельном подвесе вот здесь вот компрессор и он на отдельном подвесе он как бы это правильно сказать с виброгасителями то есть получается что аппарат вибрацию не распространяет хотя принципе тот тоже но разница все же есть теплообменник по сути как обычный здоровый я не знаю 48 кондиционер не нечего тут добавить получается что вентилятор один размеры ощутимые качество добротно не могу сказать что прям идеальная вот там где-то вверху саморез в общем-то один был закручен криво и ничего с этим не сделаешь значит разница еще в чем когда мы соединяем вот этот вот нам нужно снимать в бочину все то есть заводить провода туда подводить трубы то есть этот весь бок снимается и потом он шатается тарахтить тулум-булум тулум-булум со временем здесь снимается вот это хреновина отдельно вот это отдельно то есть как на кондиционере как на обычном блоке наружном кондиционере что очень удобно по питанию эта штука трехфазная значит здесь три фазы ну тут витая пара но на самом деле там нужно две жилки и земля ну и дальше стандартная магисталь 16 9 ничего там нового интересного здесь нет можно повесить его на стену можно повесить его на вот на ножки здесь паша решил что так удобнее значит вентилятор тихий но вот вот совсем тихий поднесу микрофон поближе чтобы можно было оценить как вообще я подъехал к дому и раньше старые вот этот вот было услышно было а этот мертвый бджолы негодить что очень 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 неплохо так что надо что до наружного блока во первых обращаю внимание на вырезки на вентиляторе по ходу это чтобы не шумел ну действительно шумит очень очень по чуть-чуть вот они и здесь еще такие есть прям прям вообще здорово тихий наружный блок в общем-то блок как блок но есть особенность первая особенность не забудьте снять транспортировочный кронштейн он здесь вот стоял и удерживал это все а второе это развязка то есть вот здесь вот нас резиночки раз то есть компрессор стоит на резинках на платформе которая стоит на резинках то есть ну прям вообще вообще класс сделано добротно что я скажу еще блок утеплен вернее компрессор утеплен фирму компрессора я не знаю спрошу наверное сегодня и напишу тут видео а наружный блок еще утеплен или наружный блок компрессор сверху вторым слоем утеплен еще вот такой штука и тут снова напоминалка про кронштейн и там была напоминалка про кронштейн не забудьте снять кронштейн в общем то наружный блок все так еще важная особенность вот крышку если посмотреть вот там утепление и кругом все стенки все 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 в утеплителе и вот снова крышка утеплитель я не знаю насколько она утеплитель скорее на вибро газитель чтобы она там не телепалась и не извиняла но все же очень и очень неплохо все как бы в местах возможного трения все полностью в порядке внутренний блок в сравнении с люксом старым который был до этого с игришкой ну и такая же точно как мой люкс этот штуковина меньше она может быть по размерам высота и ширина такая же а в глубину она ощутимо меньше но самое прикольное в ней послушайте слышите что-нибудь вот и я ничего не слышу то есть внутренний блок тихий как неизвестно что стоит на что стоит обратить внимание это текущее потребление 158 киловатта до того как поменяли его стоял же старый и потребление было в поддержке сколько пошел 1 и 9 то есть при тех же теплопотерях при одинаковых условиях здесь потребляемая мощность ниже на 300 ватт ну мало это или много да не так уже это и мало теперь получается что то ли это за счет газа здесь 400 вверх старом 410 здесь у нас 32 то ли за счет чего-либо еще просто общей новой технологии одного вентилятора который экономит и так далее здесь вай-фай же есть правильный вай-фай здесь есть приложуха есть к умному дому похоже что подключается но по этого не по не по моей части сейчас мы откроем внутренний блок и немножечко посмотрим чем отличается от предыдущего так значит внутренний блок раскрыли вы экранчик снимается вместе с на таком разъеме потом вверх и все значит по потрохам насос вот такой популярный китайский насос при можешь чуть-чуть сюда название не видно они часто есть на медеи на на электролюксе вот такие насосы он с разными скоростями управляется дельтой дельтой температур на входе выхода теплообменника и через собственно говоря насос то есть вот на него питание вот управление теперь на этих давления почему-то спрятан почему него спрятали непонятно видно не технологично смотрится вот тут он меряет давление удивительно тут что что у нас тут насос на обратке получается что вот он инлет и на нем стоит насос толкает в теплообменник удобно сбрасывать воздух вот такая штука не вверху как на люксах или на гри а вот так по-человечески куча всяких там автоматики что куда можно подключать контакторы это у нас наружный блок и дополнительный нагрев показать что-то интересное еще есть вроде как и и не вспомню сделано более-менее опрятно значит датчик протока жидкости вон он высоко самый тут собственно говоря как встроенный электрокотел так мы его назовем догрев теплообменник за вот этим чехлом сильно мы туда пятак не всунем здоровый теплообменник скорее всего свип но это не точно собственно говоря вот и все нехитрое устройство данного девайса все очень просто очень понятно и очень обычно и здесь не интересности еще значит он греет воду по обратке то есть вы получается выставили до 39 и пока на обратке не будет 39 пока все не прогреется он не отключится то есть никаких тебе портили в этом смысле нету очень удобно радиаторы там без меня например стоит water out то есть по выходу воды соответственно у меня будет он поставил 40 у меня 40 а в последней спальне 32 здесь совершенно другая история будет в принципе 40 значит 40 39 что тоже весьма неплохо ну по приложению в принципе тут есть то же самое что в основном меню только немного удобнее потому что всегда есть кармане и она работает через удаленную удаленное облачко то есть вы можете находиться не дома находиться где-то на выезде всегда поменять у себя температуру то есть можно задавать расписание включать режимы по тишине больше-меньше вроде как три режима выходной режим эко режим и якобы режим который вазер депендент то есть делает кривую температуры в зависимости от того какая температура у нас на улице вот плюс ко всему прочему можно посмотреть сколько электричество потребляет тепловой насос можно вести сколько стоит там ночной дневной тариф и он сразу будет подсчитывать сколько денежек вы потратили немного долго это обрабатывает вообще огонь в понедельку можно вывести вот из за вчера мне было тридцать три киловатта вообще какая отапливаемая площадь ну где-то 180 вообще это за неделю от 71 он за три дня прекрасно функции тут немного но но они есть в отличие от грешки и предыдущие в отличие от моего люкса на температуру можно менять и выключать включить выключать включать он таймер он мне показывается я настроил так чтобы ночью когда дешевле электричество грел больше одним меньше спасибо большое без проблем